Все, ребята, вот такую вкуснятину я хочу сегодня показать, как я готовлю. В моей семье очень любят такое варенье. Густое варенье мы используем очень редко. Если готовим, то готовим вот такое. Получается, как фрукты в сиропе. Давайте будем начинать готовить. Всем привет! Вы снова на канале у Танюшки. И сегодня, друзья, благодаря моей хорошей знакомой, мы с вами будем готовить варенье из персиков. Начинаем готовить. Так, друзья, я уже намыла немного персиков. Так сказать, первую партию. Теперь буду их нарезать. Как их нарезать? Абсолютно без разницы. Можете длинными дольками, можете каждую дольку еще пополам перерезать. То есть, как вам удобно, так вы и разрезаете. Берете долечку. Вот я считаю, что эта долька большая. Поэтому эту дольку я беру прямо в кастрюльку. И вот так ее просто вот такими долечками буду нарезать. Ну, вот так как-то, ребята. И не крупно, и не мелко. Вот так, ребята. Абсолютно произвольно. Абсолютно произвольно отрезаете. И сразу сюда какой-то кусочек больше, какой-то меньше. Вот так. Обрезаете вокруг косточки. И все. Просто вокруг косточки вот так вот срезаете весь ваш персик. Весь сок, видите, он капает прямо сюда в кастрюльку. Все вот это вот обрезаете хорошо. И все. Все. Ну, вот как-то так, ребята. Абсолютно без всяких каких-то там выдумок. Ничего абсолютно мы не делаем. Разрезали. Взяли. И вот так вот ножичком. Вот так такими кусочками. Можно пополам. Вот так будут такие, как кубички. И все. И вот так можно продолжать. По кругу. Вот так нарезать. Можно помельче. Так, ребята. Значит, я все нарезала. Значит, в общей сложности у меня получилось полтора килограмма. Значит, здесь у меня и абрикосы есть. И в основном персик. Тот, на который говорят инжир. Вот этот персик. Есть, правда, и обычного персика. Там штучки три. Но в основном инжир. Так, значит, полтора килограмма фруктов. И полтора килограмма сахара. Берем килограмм сахара, высыпаем. Вот так засыпаем всю нашу ягоду. Вот так. Килограмм. И берем теперь еще полкилограмма. И высыпаем его тоже. Вот так сюда. Все, ребята. Отправляем это все на плиту. До полного растворения сахара. Вот, ребята, видите, сахар потихоньку у нас растворяется. Булечки вот у нас такие вот уже появляются. Видите, кипит по чу-чуточку, по чу-чуточку он кипит. Вот, растворяется сахар. Смотрите, у нас уже сколько получилось сиропа. Видите? Все, аккуратненько ждем, пока весь сахар растворится. Ждем. Все, друзья. Немного наше варенье уже остыло, постояло, настоялось. И мы его отправляем обратно на огонь. И теперь с момента закипания мы будем варить его минут 5-10. 10 минут после закипания оно покипело. Я его выключила, но еще он булькает. И буду насыпать. Значит, изначально я насыпала раньше в литровые банки. Но оно у меня стояло годами. Потом я стала пользоваться пол-литровыми банками. Опять-таки оно у меня стоит, мы его не съедаем. Поэтому сейчас я сделаю одну пол-литровую баночку. И отдам его маме. А себе я залью поменьше баночки. Не люблю, когда в холодильнике стоят открытые банки варенья. Смотрите, какое оно там. Опа! Вот так. Одна баночка есть у нас. Теперь вторую заливаем. Жиденькая. Мы любим жиденькая. Чтобы можно было его с блинчиками кушать. Или в крайнем случае расколотить и сделать компот. Вторая. Вот и все, ребята. Варенье из персиков, абрикос, инжира готово. Смотрите, какое оно получилось. Оно жидкое. Его можно развести водичкой. И пить как компот. А можно использовать для мороженого. Для блинчиков. Ну все, ребята. С вами была Танюшка. Подписывайтесь на мой канал. А я буду закручивать баночки. Всем пока!